Аплодисменты Паша, меня после школы забирать не надо. Сама доберусь. Без проблем. Давай. Привет. 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 Принесла? А что, действительно, настоящая? Ну, конечно, настоящая. Молодцом. Женька, молодцом. Ну, теперь мы, считай, в шоколаде. Так, ну ладно, давай. Беги учись. Давай, давай. И так… Ну что, нравится? Конечно, вы… Ну, можете же, когда хотите. Ты… Ты сама это… Нет, это вот… Дима… Дима мне помог. Вот, видишь, вот… Просто жизнь мне спасла. И это только начало. Отлично. Тогда предлагаю делать следующий шаг. Так, сегодня вечером мы… В смысле, мы в бою. Угу. И это правильный ответ. А они мне говорят, триста за кубометр. Я, естественно, мило улыбаюсь и иду на выход. Они мне такие, а вы куда? В итоге, двести двадцать за кубометр и еще будет скидка, если мы будем грузить свои составы. Да, это здорово. Вообще, молодец. Ты… О, здесь игра так замечательная. Я просто… Да-да, здорово. Помолчи, пожалуйста. В смысле, я просто хотел сосредоточиться… Ладно. Том… Я тебя очень люблю. Можно мне сказать… Да, нужно. Даже очень ночью позже. Я просто хотел, чтобы… Что? Ничего. Я просто хотел сказать, что мне… Я, наверное… Я просто хотел отойти. И вернусь, договорю. Ладно? Не уходи. Макс, Макс, я… Не поняла. В ювелирный. Ближайшие. Любые деньги. Поехали. Ладно. Смотрюйся… Жень, Жень, объясни мне немедленно, куда пропала? back СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Свершилось-таки, да? Ну и что, ты счастлив? Ну, конечно. Колечко-то вроде бы не то, что мы с тобой смотрели. Ну, какая разница? Главное, что она счастлива. Угу. Да я вообще не понимаю, как эту колхозную рожу к нам взяли. И нафига? Папочка, как у всех. Ой, папочка, да ты знаешь, кто у нее папочка? Так, архитектор сопливый, только строит из себя. Вот я слышала, как мой папа рассказывал своим друзьям, что ее папа так тоже из деревни приперся. Колхозник. Ладно, папочка. А вот мамочка, вот это уже совсем другая история. Она какая-то доярка из грязи вылазит. Ну, зачем ты так? У нее же мама умерла. Правильно. Пила, сбилась и крякнула. Ну, а что еще в деревне делать? Ты че сказала? О, колхозница. Привет. Рот закрой. Ну, че, рассказывай. Много твоя мамка пила. Ну, и ты, скорее всего, да, с ней прикладывалась. А потом в этом с колхозничками ля-ля. Ну, вместе или по отдельности. Ну, че, давай. Кайся, тут же все свои. Еще раз, еще раз. Ты что ты скажешь, что право спать? Я тебя убью. Поняла? Поняла? Я тебя убью. Дура! Свидетели подтверждают, что ничего подобного Эльвира не говорила и даже не думала. Вот. Она не говорила? Не говорила, значит, да? Да я сейчас… Женя. Максим Александрович, при всем уважении к вам, разумеется, мы не станем выносить ссоры за сбы и обращаться в правоохранительные органы. Спасибо я. Не стоит. Вы поступили бы так же. Однако, это не маленькая шалость. Она, мою мать, грязью поливала. Никого я не поливала. Чего? Женя, рот. Ты мне не веришь, а им веришь, да? Не веришь, да? Простите, это… Да пошел ты! Да пошли вы все! – Простите, Женя… – Вот видите. – Я на минутку. Женя… – Руки от меня убери! Пойдем. Элитный лицей. Да… Успеваемость – это просто беда. – Ребята, я правда не знаю, что делать. Хоть убейте. Женя, дикат. Пожалуйста, сделай потише. В том времени, что мы станем известными. Ой… Может, ее обратно в деревню отправить? Спасибо. Ну, а что? Так всем будет проще. Ты дурак? Ладно, не злись. Да, конечно. И улучшений нет ни по одному из предметов. Зря мы только на профессуру столько денег выбросили. Я не знаю, что делать. – Виктория Игоревна, здравствуйте. – Здравствуйте. – Виктория Игоревна, здравствуйте. Это Максим Поверинов. Папа Женя. – Так. – Женя в порядке, она дома, но у нас другая проблема. И? Тут такое дело, Женя отстает по многим предметам, и ее могут оставить на второй год. Очень нужна ваша помощь. Вы не могли бы приехать? Послушайте, но у меня же и другие ученики есть, кроме Жени. Правда? Да, да, да. Я понимаю, но уже конец года, и у вас не так много учеников. Ирина Ивановна справится, а я с ней договорюсь. Я не знаю. Я знаю. Вы очень нужны Жене. Это… Это очень важно. Послушайте, ну, такие решения так быстро не принимаются. Мне нужно какое-то время подумать. Виктория Игоревна, это… Моя личная просьба. Ирина! – Секунду. – Да, конечно. Принимай гостей! Пошли. Заходи, заходи. Сейчас, сейчас, подожди. Какой красивый такой. У нас товар не купят. У вас товар. – Максим Александрович? – Да. А, вы знаете, я подумала, я приеду. Завтра. Спасибо. Красивый. У вас товар, у нас купец. На ловца и зверь бежит. Мне нужно срочно в город ехать. Андрей Константинович, вы подвезёте меня на утренний автобус? Завтра утром. Конечно. Спасибо вам огромное. Простите, мне надо вещи собирать, а то не успею собраться. Виктория Игоревна… Видимо, намёка не поняла. Или переодеваться пошла. Идёмте. Идёмте, идёмте. В следующий раз. Неудобно. Тут город человеку надо. Срочно. Срочно. Виктория Игоревна… Секундочку. Андрей Константинович, спасибо за заботу, за то, что подвезли. Спасибо большое. Не за что. Проводим, посадим. Хорошо, как скажете. Да, если бы. Ну, я вот кино одно смотрел, а там тоже один сватался, цветы дарил, в экипаже катал, а она потом на пароход и укатила. Андрей Константинович, ну мы же с вами не в кино. И я не на пароход, а на автобус. Так какая разница, просто… Как-то не так я себе всё это представлял. Ну, как вы представляли? Ну, как… Я думал, что мы с вами, ну, как бы, поженимся. Ну, как бы, дети появятся у нас, чтоб как бы, как у людей, понимаете? Ну, я же вам как бы не сказала «нет». Я просто попросила время подумать. Да, ну, время идёт, а вы вот, вы уезжаете. Ну, это же замечательно. У меня и у вас будет немного времени для того, чтобы остаться на длине самим с собой, взвесить все «за» и «против», разложить всё по полочкам в голове у себя, в душе. Какие тут полочки? Я уже всё решил. Всё понятно. Ну, значит, вам проще. Вы думаете? Думаю, да. Не знаю. Ну… Спасибо. Ну, что, тогда… До свидания. Спасибо большое. Жене, привет. Жене, привет. Да, передам, обязательно. Андрюша! Да! Помоги мне! Да, теть Галь, секунду. Да, что ж я, как пацан какой-то. Вика, скажи, выйдешь за меня замуж или нет? Андрей, прости, я не могу так сразу сказать. Андрей, ну, помоги мне! Да не могу я больше… Секунду! Вика, подожди! Что так страшно? Подождите, помой! Ну, справи! Да что ж такое? Сейчас. Андрей, Андрей, прости, мне просто… Да просто скажи, выйдешь за меня или нет? Дурень ты, Андрюша, хоть и участковый. Чего это я дурень, не понял? Да всё ты понял. Дурень ты и есть дурень. Разве можно от себя такую гепку отпускать? Подведёшь? Чего? Подвезёшь? Да. Садитесь. Максим Александрович, ну, при всём моём уважении к вам… Да. Малыш, ну ты где? Скоро Корминов будет тебе же ему проект представлять. Послушай, я не знаю, сама представь, пожалуйста, проект. Меня не будет, я скажу, я застрял в лифте или заболел, что-нибудь придумай. Перезвоню. Целую. Итак, средний балл ученика нашего лицея, для того, чтобы он был допущен к экзаменационной комиссии, должен составлять 75 баллов. Но, к моему глубочайшему сожалению, у Евгении нет и 60-ти. Пожалуйста. Ну, что ж, ну, нам придётся расстаться. Подождите, это… Это какая-то ерунда, Женя. Умная девочка. Я понимаю, что… Просто… Она моя дочь. Я узнал об этом только сейчас. Пожалуйста, дайте нам немного времени, и мы вот это всё исправим. Ладно. Через месяц мы устроим для Евгения экзамены, по всем предметам, с которыми у неё возникли проблемы. И если она их сдаст успешно, она останется. И будет учиться с другими учениками. Спасибо. Большое спасибо. Вы мне… Вы мне сейчас очень помогли. Простите, ну, нужно бежать. А… Ну, мальчишка. Опа! Кто это такой? Постой, может, с нами? Посмотри. Ой, застеснялась. Привет, Рома. Привет, зая. А что у тебя с голосом? А, так это… Простыл немного. Ага. Да. Сейчас. Сейчас я. А ты где? А, ну, так это… В офисе, в одном дружусь, да. Ром, когда ты меня уже заберешь, а? Скоро. Потерпи немного. Да у меня уже сил нет терпеть. Алло, алло. Что-то… Что-то связь плохая. Ром, мне плохо без тебя. А, детка, слушай, мне надо бежать. Да, давай я перезвоню тебе, ага. Ром, алло. Что? Это мой телефон. Ты мне его подарил. Привет. Чего надо? Да ничего. Чего стоишь в алле? Страна-то, конечно. Но это и так было понятно. На себя посмотри. Умник. Ты права. И что, это все? Нет, а в завершение нашего проекта, Дима Свет… Представляя проект заказчику, мы предоставим абсолютно все схемы и спецификации внутренних инженерных сетей, оговорим это все индивидуально, учитывая все пожелания заказчика, которые будут касаться наполнения смежных разделов проекта. Вуаля! Дима, Свет! Вуаля! Дима, Свет! Ну что, молодец. Молодец. Да, да. Максиму скажешь, чтоб пешком добирался, а не на лифте, а то сделаю тебя своим партнером. Вот. Вот. Котик, котик, пойдем, нам пора. Пойдем. Да. Спасибо. Здрасте. Все в порядке? Да. Эй! Что эй? Эй, я уже не маленькая. Руки убрал? Ну, риторический вопрос. Эй, дяденька, не наглей. К сюрпризу готова? К какому еще сюрпризу? К очень приятному. Я надеюсь. Ку-ку. Здравствуй, Жень. Иди. Виктория Игоревна! А вот так. Сюрприз. Рада? Да, очень. А вы к нам надолго? Ну, это зависит от твоих успехов в школе. А об этом мы поговорим отдельно. Да? Да. Балдитка. Операции сложения матриц вводятся только для матриц одинакового размера. Сумма матриц А и Б с размерностью М на Н называется матрица С, М, элементы которой равны сумме элементов матриц А и Б. Я прошу прощения, профессор. Объясните мне, зачем девочке в шестнадцать лет такой интенсивный курс высшей математики? Нет, безусловно, это, конечно, нужно. Просто вот в данной конкретной ситуации. Ну, как же. Я полагал, что мы готовим Евгению к поступлению. К поступлению куда? Моя помощь может пригодиться для вступления в любые серьезные вузы, сударыня. А! Безусловно. Только для того, чтобы Жене поступить в вуз, ей неплохо было бы закончить десятый, а потом еще одиннадцатый класс. Вы учитесь в десятом, Евгений? Боже мой! А я думал, а чего у нас все идет так сложно? Что ж, в таком случае я изменю курс, и мы тогда… Да, замечательно. Только имейте в виду, у нас с вами месяц. Вот, посмотрите. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, Снегом покрытые… О, покрытые. Так, давай, 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 поехали. И… Утро туманное, утро седое, 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 седое… В половине одиннадцатого он был уже в долине, от озера… Написала? Да. На берегу реки, посреди огромной фиговой рощи… Фиговая роща… Где они… Здравствуйте. Здрасте. А что здесь происходит? Учимся, уроки делаем. А… Вы же не знакомы. Это… Виктория Игоревна, педагог по… по всему, по чуть-чуть. А это моя… моя коллега по работе Тома… Тамара. Здравствуйте. Вика, очень приятно. Я была уверена, что сегодня с Женей занимается госпожа Вильдман. Женя сейчас сильно перезагружен, и ей лучше сконцентрироваться на основных предметах. На основных предметах. Ясно, ясно. Да. А в августе она уже продолжит занятия в школе госпожи Вильдман. Мы договорились обо всем, да? Да. А, вы договорились? Да. А я не мешаю здесь вам, нет? Нет, что вы продолжаете. Дело в том, что вы изменили абсолютно всю программу. Да. Это я попросил. Да, просто если бы ты видела, какие успехи делает Женька, то… Ну, зачем время терять? А по-французски как она шпарит? Даже я запомнил… Жо Мапель, Максим… А я позвонила учителю по-английскому, и он сказал, что просто отменили урок. Да. Ну, это я попросил тоже, потому что английский та Женька знает, да? Ну, скажи что-нибудь. Хай. Вот. На минуточку, Том, можно тебя? А вы занимайтесь, занимайтесь. Ты чего? Мы же все правильно сделали. Она хорошая профессиональная. Ну, просто, понимаешь, мне теперь кажется, что она заботится о вас больше, чем я. Ну, ты что? Ну… Ты ревнуешь? Боже, как приятно, когда тебя ревнули. Приятно? А вот так тебе приятно… Виктория Игоревна, мы не будем вам мешать. Всего доброго. Да. Ты занимайся, я проверю. Змея. Жене так нельзя говорить. Да, она все врет, как отец-то не понимает. Что у нас там? Хемингуэй, да? Фиговая роща. Фиговая роща. Малыш, 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 я хочу, чтобы у нас была самая яркая свадьба года. Будет. Да. Послушай, знаешь, как я хочу? Вот так. Тормах. Я хочу, я хочу, чтобы о нас написали абсолютно все глянцевые журналы. Чтобы интернет заполонили все наши счастливые фотографии. Чтобы, чтобы нас показывали все-все телеканалы. А знаешь, что мы должны сделать? Нам нужно забронировать и закрыть всю гостиницу. И заказать самый лучший ресторан в нашем городе. Но… Это возможно только двадцать четвертого числа. Подожди, но у нас же сдача проекта в эти дни. Ну так двадцать второго мы сдадим проект, а потом гуляем. Ну, малыш, у них там все на броне. И тогда придется ждать до ноября. Ну, поехали в ЗАГС тогда. Привет. Ну что, Виктория Игоревна донимает тебя? Да нет. Ты шутишь. Если бы не она, ей бы давно повесилось. Ясно. А я тебя люблю. Ну так я тебя тоже. Давай, кстати, об этом и поговорим. Понимаешь, чтобы нам быть вместе, нам надо открывать свой бизнес. А бизнес — это такое дело. Лицензию надо пробивать, ну и налоги там, все остальное. Короче, нужны деньги. Понимаешь? Ром, у меня нет денег. Откуда мне их взять? Ну так пробей у своего олигарха. Он же тогда по поводу кольца даже не чихнул. Ром, я так больше не хочу. Давай ты не будешь заставлять меня это делать. А я что, тебя заставляю, что ли? Подожди, я не понял, это что, мне одному надо или что? Ладно, если такая песня. Хорошо. Ром! Рома! Что, Жень? Что? Я попробую. Ну вот, молодец. А то придумал, а то же заставляю. Дурочка-то. Твоя? Ну, конечно, моя. А чья же еще? Ну что, будет? Ну, конечно. Поехали. Добрый вечер, Виктория Игоревна. Добрый вечер. Чай будете? Да, не откажусь. Ага. А… Вам с сахаром? А, нет. Молоко? Тоже нет. У вас очень красивый чай. А, да. Ну, конечно, не такой красивый, как вы. Как ваш день прошел? В смысле? В прямом. Как прошел ваш день. Ну, еще как бы идет. А… А Женя где? Женя спит. Да ладно. В это время? Ей сейчас тяжело. Я ее понимаю, потому что… Я, например… У меня родители тоже погибли, когда мне было шестнадцать лет. Я до сих пор вспоминаю. Да, я вас полностью понимаю. Конечно, я вообще-то… Что, я часто вспоминаю прошлое? Простите. Это что? Прошлое. Ну, по крайней мере, мое. Вот это Женина мама. Ничего себе. Я Ларису даже не помню такой молодой. Красивая. Почему меня Женя эти фотографии не показывал? А потому что их у нее нет. Это я сам фотографировал очень давно. А вы… Вы, кстати, совсем не изменились. Вы опасная женщина. В смысле? В прямом. Вы очень хорошо врете. Перестаньте. Я правду сказала. Честно, что вы почти не изменились. Я понял. Вот эти вот, кстати, тоже ребята не изменились. Это нынешний участковый Андрей. А, да-да-да. А это Леха. Точно. У нас вообще такая команда была. Мы втроем. Что? Мы мечтали засадить мертвое поле бананами. О, Боже. Вы серьезно? Прям бананы на мертвом поле. Да. Мы все рассчитали. Как бы у кого, сколько. Отлично. Нет, ну тогда все было серьезно. Сейчас, конечно, это полная ерунда. А сейчас серьезно? В смысле? Ну, в смысле, насчет Жени. Или вы ее поиграться взяли? Что-то мы с вами засиделись, Виктория Игоревна. Спасибо. Максим Александрович, мы завтра с Женей идем на выставку современного искусства. Да вы что? Хотите с нами? Не знаю. Мы вас приглашаем. Я подумаю. Мама. 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 Давай, давай. Зря ты, Андрюха, бабу свою. В столицу отпустил. Засиделась она по столицам. Засиделась. А все почему? Знаешь? А? Почему? А потому что ты баран, Андрюха. Баран-то и есть. Хоть и пистолет, на боку тягаешь. Не в Максе тут дело. Просто Виктория не та эта женщина, которая будет в этом Деренском болоте гнить одна. Рожать ей надо. А вот от кого она родит, от тебя или нет. Олежа. Олежа, ты за словами своими следи, дружище. Короче, наливай. Да налито уже. Давай. Алло. Коля. Да, да, Андрей. Ты еще работаешь там в отделе? Адресок пробьешь мне? Давай, жду. Адрес, вроде, и тут написан. Так. Адресок. Понимаю, хоть искусство и современное, но все равно требует жертвы. У тебя здесь что-то… Ну что, пойдемте? Да все-таки пришли. Ну, а куда мне деваться? Слушай, подожди. Мне уже пора. Ну что, проходим, проходим. Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Сейчас. Жень, я разобью этот телефон. Алло. Да, Ром. Нет, я ничего не взяла. Да потому что я ничего не нашла. Слушай, Ром, я тут немного занята. Давай я тебя вечером наберу, окей? Блин. Привет. А ты что здесь забыл? Работаю здесь, картины продаю. Картины продаешь? На фига? Ты все-таки очень странная. Ну, хотя и так это было ясно. А почему это не странная? Это что, из-за школы? Не стоит злиться на школу из-за ее правил. Правило есть правило. Просто нужно умело обходить подводные камни. Вот и все. И получать удовольствие. А как это? Ну, как? Очень просто. Просто, если тебя заставляют учить то, во что не веришь, ну, хорошо. Нужно знать мнение людей, на которых ты не похожа. Вот. Заставляют рисовать прямые линии. Вообще прекрасно. Не умея рисовать прямые линии, не сможешь рисовать изогнутые. А ты прикольный. Спасибо. Мамочка моя! Поверинов! Точно? Поверинов! Макс! Глазам своим не верю! Здорово! Ах ты, бродяга подзаборная! А хозяин галереи знакомый твоего отца? Узнал? Не знаю. Сергей… Виктория Игоревна, это… Очень приятно. И догог моей дочери. Вот, кстати, Жень, поздоровайся. Здравствуйте. Слушайте, пойдемте ко мне наверх, а? Пойдемте. Мы сейчас… А давай лучше воздухом подышим. Давай-давай. Так, осторожно, осторожно, здесь ступеньки. Значит, это… Макс Лупанска. Ну, ты… Макс… Нет, нет, нет. Что ж это получается? Ты рисуешь, продаешь, да еще и обучение оплачиваешь? Ты что, смеешься? Нет, конечно. Это нереально столько, зарабатывать рисую. Ну, пока, по крайней мере. Угу. О чем мы? Я говорю, учебу мою родители оплачивают. Как и у тебя. Да. Блин, прости, пожалуйста. Угу. Все. Как они разрешают тебе продавать? По правде говоря, они не знают. Вот. Да. Не думаю, чтоб они стали прям стеной. Ну, не знают. Вот. Они у меня в Австралии живут, а я тут с бабушкой. Вот. А бабушка мне все разрешает. Она у меня чудо. Все понимает. Вот прям как твой отец. Блин, да откуда ты знаешь, что он понимает? Все он понимает. Ты даже не сомневайся. Это же видно. Просто тяжело ему сейчас. Это тоже видно. Прошу. Марси. Марси. Стой, 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 стой. Ты чего? Тихо молчи. Так, что случилось? Может, объяснишь? В другой раз. Ребят. Да? Ребят, пять-десять минут и я вернусь. Хорошо. Максим Александрович, вы меня простите, я просто не очень поняла. А что это за тост такой странный ваш друг говорил? Какой? Ну, он как-то сказал, так давайте выпьем за Макса и за его облака. Да. Может, перейдем на тык? Давай. Так, что это за облак, а? Ну, ты знаешь, наверное, будет проще посмотреть. Давай покажу. Они должны быть где-то здесь. Я даже не предполагаю, как это может выглядеть. Ну, это такая конструкция… Такая… Такая белая… Слона-то мы и не заметили. Да ладно, это облака. Да. Есть… Они. Угу. Так… Это облака. А… Почему они здесь? Ну… Я просто с ними в свое время все пороги обил, которые только можно было. Угу. Ну и все в бестолку. Это не было никому нужно. Вот я решил Сереге и подарить, а потом как-то… Что? Даже не знаю, как-то вот прям… Может, судьба. В общем, какой-то из клиентов Сереги увидел. Угу. Ему понравилось. Ну, условно. И он решил мне предложить проект. Полная халтура, ну, хоть что-то. Я решил, что, наверное, откажусь, но тут Серега взял меня на слабо. С тех пор вы летаете в облаках. Ты? Да, точно. Летаешь. Ты летаешь в облаках. Да. Первым классом. Телефон. Да. Да, Жень. Пап, все в порядке. Отлично. Денис домой меня проводит. Мы тоже скоро будем дома. Все хорошо у нее? У тебя все хорошо? Повесил трубку. Угу. Угу. Поедем. Поедем. Ну, перестань. Что? Добрый вечер. Что ты здесь делаешь? Вика, я… Вообще-то я за тобой приехал. Я не поеду с тобой никуда. И замуж за тебя не выйду. Ясно. Я очень тебя прошу. Я просто должна была тебе сразу сказать. Но я струсила. Я просто тебя не люблю. Пожалуйста, прости меня. Я тебя очень прошу. Ну, понятно. Ну, понятно. Да, дурак, Талин Дюхо. Я дурак, да? Да. Да пошел вы. Я тебе… Я тебе… Я тебе прошу. Поэтому я буквально знаю. Я тебя. Я тебе.